20 годов я очень рад с вами встречаться здесь, на этом намоленном будем говорить вместе, где сегодня собираются те энтузиасты, которые активно принимали участие в строительстве нашего города, в содержании нашего города, в создании нашей жизни той, которая была прекрасной. Может быть сегодня немножко она изменилась в какую-то сторону, но я думаю, как потопали, как и живем, дорогие друзья. Сегодня поздравляю вас с праздником, я бы хотел пожелать вам всем здоровья, хотел пожелать искры в глазах, буйного сердца, в груди, того самого энтузиазма, которого может быть молодежи не хватает, чтобы у нас не истекал. Те слова, которые были сказаны сейчас предыдущими выступающими, я обоими руками поднимаю и говорю, я за, дорогие друзья. Не нужно на сегодняшний день какие-то распри, не нужно ничего лишнего. То, что вы делаете сегодня, то, что вы показываете молодежи, тут вам за это, за все низкий поклон. Хотелось бы поддержать коллегу и сказать, дорогие друзья, давайте молодежи покажем, как сегодня нужно жить. Мы стараемся. Если вы поможете нам, то я думаю, что и администрация наша, и мы производственники пойдем нога в ногу вместе с вами. И поведем свои массы, своих предприятий в нужном пути, который вы нам укажете. Ваш бесценный совет будет нам к месту. Посему, вот мы недавно буквально вчера вечером с Оксаной разговаривали, мне бы хотелось всех у вас где-то увидеть в таком узком пулу, где мы бы не замерзали здесь на улице, а могли сесть за чашкой чая и обсудить все наши проблемы нашего города. Чтобы тут же были и глава, тут же был мэр, тут же был какой-то секретарь, который записал обращение хоть к президенту, хоть к губернатору, хоть к главе. И чтобы это не осталось у нас без внимания. В таком месте мы должны с вами обязательно собраться. А сегодня, поздравляю вас с праздником, хочу сказать, будьте всегда флагманами для нас, живите долго, счастливо. Ну и спасибо вам за этот праздник, спасибо за то, что вы его не забываете. С праздником еще раз вас. Спасибо. Депутатам надо с населением встречаться. Совершенно не знаем депутатов. Ни районного, ни городского, ничего. Выслышали? Совершенно нет. Выступление мне хотелось насчет земли, тут правильно человек-то поднял. Вот я живу по Октябрьской улице. Через каждый дом земля не обрабатывается. Если и так дальше пойдет руководители района, так все люди, которые сейчас не пользуются землей, они все от этой земли откажутся. Откажутся. И тогда что получится? Не только вы ничего не получите-то, вообще у вас никаких земельных налогов и не будет. Так что лучше, я думаю, не повышать, а лучше повышать, кто эту землю обрабатывает. А та земля, которая у нас не обрабатывается, надо отдать тем, кто хочет ее обрабатывать. Это мне пожелание к руководству нашего района. Потому что я вижу здесь сегодня, пришел, посмотрел, морковка 75 рублей стоит. Не лежали на 10 метров квадратных посадить морковки и дать ему земли, сказать, коту, где участок 10 метров, садись морковку. И тогда, конечно, у нас в какой-то степени мы немножко себя тягуты, которым мы сейчас нечем, покупая продукты питания, конечно, будет жить легче. Так что, обидно, некоторые наши руководители не хотят прислушаться голосу народа и не хотят заниматься этим делом. Сейчас слово предоставляет журналисту, пожалуйста, Гарина Анатольевна. Ну вот, подсказки тоже бывают не всегда хорошо. Уважаемые земляки, спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы находите время для того, чтобы собраться вместе. И спасибо за то, что вам вообще еще не все равно, что происходит у нас в городе, у нас в районе, в области. Мне сейчас, знаете, что хочется сказать? Возмущаться – это хорошо. Хорошо, что есть вообще какие-то эмоции. Я хочу, чтобы мы умели в равной степени радоваться и возмущаться, и чтобы мы умели видеть хорошее там, где плохого может быть и больше. Вот если обернетесь, на стендах, которые сформированы в этом году, даже еще не 30. Сейчас у нас в районе, я посчитал, реализуются не менее 30 добрых дел, которые делают не власть, может быть, она поддерживает, но их инициализировали-то сами люди. И это замечательно, что людям что-то надо, и они на это находят средства, пути, время, силы, деньги где-то там, да, если не деньги, то что-то еще. И у них это получается. И там есть молодежь. Не так все плохо, как выясняется. Просто молодежи нужно помогать, подсказывать, а не другие. У них другое сознание, они, может быть, не понимают, зачем, что им это. Они не понимают, почему им надо стать активными. Пожалуйста, вы им объясните, почему это надо. У вас у всех есть внуки, где-то, может, у кого-то, дети. Вовлекайте их тоже. Не просто возмущайтесь, что вот образование, надо, чтобы работало, вот на крещах кто-то, чтобы работал. Вовлекайте. Я знаю, что некоторые так делают, и вижу по три поколения на общественных акциях, не на митингах, а на том, что несет практический результат. На субботниках, на каких-то акциях, озеленению по благоустройству. И это тоже здорово, и за это тоже спасибо большое. Вот. И давайте будем последовательными. Мы вот здесь сейчас повозмущались, может быть, многие до 1 мая больше нигде это вслух не выскажут, не выскажут. Побоятся отписать своей фамилией, хотя бы имени. Называйте меня инициативными гражданинами, называйте меня не равно то, что гражданинами. Давайте не будем бояться. Давайте не будем бояться быть последовательными, обращаться с тем, что не устраивает, обращаться письменно, обращаться туда, куда положено, а не говорить, приезжайте, сфотографируйте, вам же это надо. Вот это нам надо. Не просто нужна эта редакция или кому-то, чтобы раздуть скандал, это нужно вам, чтобы улучшить. Так улучшать-то нужно всем вместе, а не просто сказать, что вы здесь плохо, улучшите и ничего не делайте. Предлагайте, что у вас больше опыта, чем, может быть, у кого-то, у нынешних, кто находится в руководстве. Вы можете предложить с технической точки зрения, с организационной что-то. Давайте вместе работать, давайте хотя бы вместе что-то замечать там, где не нужны большие физические силы, где, может, нужен просто острый глаз и ум, который понимает, что вот так быть не должно. Давайте все это объединять, систематизировать и искать пути, как улучшить, а не просто ругаться. Давайте не будем неконструктивными. Кстати, когда закончится наше сегодняшнее вот такое совещание, приглашаем всех с Натальей Ивановной в музей погреться и продолжить общение в кругу, конструктивное общение, чтобы понимать, что кто из нас может сделать, к чему может знать каких-то людей, как подключить. И как менять к лучшему, в конструктивном плане, не устраивая драк, не устраивая споров каких-то, а распределяя полномочия и, в общем, приступая к действиям, а не просто к словам. Там много чего надо делать. Давайте будем конструктивными. Всем здоровья! И все музеи! Товарищи, значит, я что хотел сказать, чтобы не забыть мне. Вот здесь поступает у нас предложение нам сделать резолюцию к властям, начиная президенту, значит, главе региона, нашему руководцу по таким вопросам. Когда прекратится рост цен на ЖКХ, когда прекратится, значит, такое положение, когда здравоохранение у нас уничтожается, койки, места, короче говоря, значит, уменьшаются. Вот здесь я могу привести пример. Например, приехали кировчане. Сколько, вы думаете, человек присутствовало? Написано в газете 700. Почему столько народу пришло туда? А знаете ли, потому что нас не устраивает тот наш районный больнице, который сейчас имеется, где нет большинство специалистов, которые люди бы к нему обращались. Почему у нас такое случилось, значит, с нашим здравоохранением? Посмотрите, министр обороны, что-то мякает, а каждый год у нас на здравоохранение в бюджете средства уменьшаются. Что, мы больше здоровее стали или что, почему? Так, для чего такие корпуса-то строили? Перестроили народа. А не того, там какие-то клубы создавать, какие-то там фирмы создавать. Из Климковки еду возить. Дальше, из Климковки похлебку везти в каком-то контейнере в одном. Там 10 порций супа до 10 порций второго. Ведь до жили, говорим, что денег нет. Тут так денег у нас хватает. Любой в столовой, пожалуйста, купи и накорми людей, которые лежат в больнице. Дальше, про росту цен, я думаю, что на медикаменты. Никуда не годится. 300, 500, 800 тысячи дверей. Ну где такие цены-то? Скажите мне, пожалуйста. Неужели это будет цену стоя? Это потому, что все отдали частный сектор, а государство заниматься этим делом не хочет по-настоящему. Тогда на чего нам такое и правительство? Конечно, я не призываю здесь принять, что отставку правительства. Пойдите-таки, может быть, проголосуем. Но факт тот, что пока нам то, что делает правительство, нас всех, кажется, большинство не устраивает. Второй вопрос. В ближайшее время у нас будут выборы. И местные органы власти. Оригинальные выборы будут. И дальше избирать будем. Самое-то главное, запомните, думцев избирать будем. Государственная дума депутатов. Вот когда эти депутаты к нам приедут, и вот встреча, давайте им скажем. Мы избирали депутатов Государственной думы. И что мы от них получили? Кто приехал, отчитался перед нами? Что он сделал? Какую он депутат внес? Какой он закон внес для того, чтобы народу жилось лучше? Ведь никто не показывается. Не властные думцы. Не, значит, не оригинальные думцы. И не государственные думы. Последний год. Кого вы видели из думцев, скажите? Кто у нас? Кто у нас? Кто у нас? Кто они? Кто у нас? Так вот я не знаю. Вы даже не знали никого. Я думаю, что вы летите куда вставаем. Но и товарищи, не забывайте, что у нас и свои депутаты есть. Много ли мы знаем депутатов районных дум? Все ли знаете городских своих дум? Все ли знаете участковых? Я помню МВД. Проверяли паспортный режим. Домовые книги проверяли. Ходили пожарники, трубы проверяли. Противопожарная безопасность. Сейчас все распушено. Ни хрена ничего нет. Куда мы идем-то дальше, друзья? И в чем еще, когда начинают, говорят, Путин, 80% за него голосуют. Я вот знаю, за кого голосуют 80-90%. Назарваева голосуют 90% и за нашего белоруса. Видите, опять срок его украины. За белорусского президента проголосовали Лукашенко. А потом опять будет написано где-нибудь, значит, Путина поддерживают 90%. За что 90% поддерживают-то? Скажите мне, пожалуйста. Вот ответьте мне хоть один ответ. Что сделано для пенсионера на сегодняшний день? Ничего не делали, только дерут, дерут и дерут. Как Сидорову Козу. И жизнь становится все хуже и хуже. А мы все президенты. За то, что Крым, конечно, мы довольны внешней политикой, но внутренней политикой. Народ вообще, мне кажется, недоволен. Так, желание у кого есть выступить? Пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. С праздничком. Специанет Белус Владимир Николаевич. Ну что ж, винить некого, что мы так живем. В 93-м году, когда был расстрел парламента, мы не поддержали. Мы захотели все быть акционерами, жить богатым. Но получилось, что нас всех облаточены. Если можно, я выборку газет «Аргументы и факты» и «Советская Россия». Один процент населения у нас сейчас имеет 71 процент национальных богатств. Это заявил Смолин, депутат Госдумы. Аргументы и факты. Другие данные. 10 процентов населения владеют 8,7 процентами национального богатства. То есть, что тогда остается основным? 99 процентов населения получает 29 процентов доходов. Значит, в 2005 году в стампфоне было 150 миллиардов долларов. Уложены они были американские ценные бумаги. В 2015 год ничего не изменилось. Нефть и доллары также по-прежнему поступают в стампфон. Вкладываются американские ценные бумаги под низкий процент. То есть, работают на американскую экономику. Россия не может доверить себе свои деньги. А государственные деньги, вложенные под низкий процент, означают государство признает свою экономическую, финансовую, монетарную и состоятельность. Власти предлагают за секретные данные о владельцах дворцов, вилл, яхт, самолетов. О чем это говорит? Скрывают уже от своего народа. Не хотят, чтобы народ был. Нету денег, но тем не менее идет подготовка к чемпионату мира по суставу. Какие доходы имеет население? Доклады 2 млн 800 тис. получают заплаты менее 5800 рублей. 6 млн 470 тис. до 9 тис. 10 млн 600 тис. от 9 до 13 тис. Пенсии около 5 тис. 3 млн. до 7 тис. 10 млн. Пенсии с доплатой до 6 тис. 5,5 млн. То есть сегодня 23 млн граждан получают доходы менее прожиточного минимума. Но в то же время американцы, 47% населения получают зарплату 380 тис. в месяц. В России такую зарплату получают 6%. Ну что, выходят наши все деньги. Сейчас видите, идут запрошения по всем статьям. Идут деньги на силовиков, военные заклады. Ну а такое финансирование, вот недавно, вот восьмое, я думаю, опубликовало данные. На спортивность культура 1%, культура 1,26%, ЖКТ 3,8%. Здравоохранение 15%. О чем можно говорить? Куда мы идем? Теперь нас призывают затянуть по ту же пояса. У всех телеэкранов чиновники сказали, на 10% идут сокращения. Ну вот, получила, ростатом выплевал средние зарплаты федеральных чиновников за первые в годе 2015 года. В Госдуме зарплата составила 113 тис. Это на 26% больше, чем в прошлом году. В Совете Федерации, чиновники, 139 тис. на 20%. В Шотной палате 180 тис. Рост 69%. В МВД 87 тис. на 9,6. В Министерстве иностранных дел 84,5. Это вот такие данные. Так что, как хотите, так и живите. И пока такие приняты законы, что все кладу будут закупляться. Товарищи, значит, у нас было такое предложение, резолюцию. Давайте вот так договоримся. Те, кто выступал, мы подготовим резолюцию президенту и правительству Кировской области. Те замечания, которые вы давали, значит, это я имею в виду ЖКХ, это, значит, Рост на клубе питания, и насчет молодежи, которая сейчас негде устроиться без рабочей социальной, мы это все включим. Согласны? А потом, когда будет возможность, мы эту резолюцию с вами познакомим. Согласны с этим? Давайте проголосуем за то, что мы поручим выступающим подготовить резолюцию. Кто за, прошу голосовать. Товарищи, я думаю, тут уж начинают люди уставать, да и холодно. Так что, на этом я считаю, митик, посвященный 98-й годовшине Великой Октябрьской социалистической революции, разрешите считать закрытым. Второй вопрос, вопрос обращения. Кто молодые, сходите сегодня поздравьте своих дедушек, бабушек, мам, пап и так далее. Потому что у нас большинство этот праздник забыли. Я вчера и то обзванил кого. А что, какой праздник-то завтра? Вот мы до чего доживаем. Такие памятные дни мы с вами забыли вам. Так, сходите, поздравьте всех с этим праздником. Спасибо за то, что вы пришли. Но, увы, еще раз повторяю, мы приходим сюда как на кладбище. Почему? Потому что память о том, кто отдал свою жизнь за революцию, мы должны, короче говоря, отдать дань уважения. Должны так. Приходите, когда вас приглашают. Большое вам все спасибо. Будьте здоровы. Что вам хорошее в вашей семье и тому подобное. И чтобы у вас достаток был. Каким путем вы достигнете, я не знаю. Каждый достигает своим путем. Спасибо большое. До свидания.